Эфир канал ОТС продолжает программу. Экстренный вызов в студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok что голыми руками расправился с приятелем, а его труп спрятал в надежном месте. 10 апреля 2021 года между подозреваемым и потерпевшим, которые находились в гараже на улице Есенина в Октябрьском районе города Новосибирска, произошла ссора, в ходе которой у злоумышленника на почве личных неприязненных отношений возник преступный умысел, направленный на подчинение ему смерти. Реализуя указанный умысел, подозреваемый стал силой душить потерпевшего, в результате чего наступила смерть последнего. А сейчас мы покажем фотороботы двух мужчин, которых ищут почти 20 лет. Следователи комитета считают, что изображенные на портретах люди – педофилы, которые могли обидеть ни одного ребенка. Одно из преступлений было совершено в октябре 2002-го на улице Димакова. 13-летняя Настя возвращалась из школы, мама успела увидеть ее из окна. Школьница вошла в подъезд и пропала. Родители нашли истекающего кровью ребенка на площадке между 8 и 9 этажами. Эксперты выяснили, прежде чем убить девочку, ее изнасиловали. Преступников по горячим следам не нашли, но дело не лежит в архиве, идет следствие. Если вы узнали мужчин с фотороботов, позвоните, телефоны на экране. И дальше недетская история в отношении жителя дома по улице Лежена в Новосибирске, который унизил чужого ребенка, поставив того на колени перед всем двором. СК возбудил уголовное дело. Напомним, что произошло. Дворовый инцидент сняла камера домофона. Двое мужчин равнодушно наблюдали за тем, как третий учинил разборки с ребенком. Тому от силы лет 10-12. Вместо помощи зрители упражнялись в красноречии и давали советы. Распалившись, дяденька плюнул ребенку в лицо и поставил на колени. Всю эту унизительную процедуру, как оказалось, мужчина считал профилактической мерой. Якобы соседский мальчик обидел его дочь-второклассницу, а так он заставил его извиняться. Как только мать парня узнала о случившемся, она решила лично побеседовать с воспитателем. Здравствуйте, Сергей. Объясните мне, пожалуйста, на каком основании вы прикасались к моему ребенку и ставили его здесь на колени и душили его. Компания вашего сына обижали мою дочь. Это с зимы идет. Вы ни разу ко мне не обратились. Ваша дочь приходит, жалуется хорошо. Придите к нам домой, скажите председателю, старшему подумаю, кому угодно. Мне подойдите, взрослые должны разбираться. В этой истории действительно теперь разбираются взрослые, представители следственного комитета. По результатам проведенной следственной проверки по сообщениям и средств массовой информации о противоправных действиях мужчины в отношении мальчика следственного дела в Патеринском районе города Новосибирск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 41-летнего местного жителя. Дело возбуждено по статье «Побой». Пока идет следствие. Но его итог уже точно будет на контроле центрального аппарата СКР. Кстати, там же, на улице Лежена, несколько дней назад местные жители нашли странные записки под окнами. Текст следующий. «Я девушка, меня силой удерживают на 14 этаже, помогите». Послание тут же передали полиции. Автора этих строк нашли и отвезли в комитет на беседу. Как стало известно сегодня, криминального следа в истории якобы нет. Девушка просто была не в себе и пыталась привлечь внимание. Однако представители правоохранительных органов с журналистами на эту тему общаются неохотно и подробности не разглашают. На Затулинке тоже было неспокойно. Там под горячую руку разгневанного мужчины попала его же супруга. Очевидцы предпочли не вмешиваться в конфликт, а лишь снимали происходящее на камеру мобильного телефона. Чуть позже у кафе на Петухово, где разбирались супруги, собралась толпа зрителей и подоспели сотрудники Росгвардии. Крупного телосложения мужчина, судя по всему, отстал от жены и переключился на стажей порядка. В их адрес звучали маты и угрозы. Экипажу пришлось применить спецсредства, газовый баллончик и наручники. А мошковские семьи попали в самый центр другой шумной заварушки. Точнее, они едва не стали свидетелями расправы хищника над человеком. Инцидент произошел в цирке Шапито в минувшие выходные. Львицы напали на дрессировщика. Обычно на представлениях дежурит персонал с бронспойтами и водой отгоняет животных. Но передвижной зверинец оказался не готов к подобному ЧП. И мужчине пришлось отбиваться от острых клыков фактически в одиночку. Сотрудник уральского цирка выжил, однако свои гастроли, судя по всему, будет вынужден прекратить или же кардинально изменить программу. Специалисты уверены, больше эти львицы не смогут спокойно выходить на манеж. Зрители в спешке покинули купол. Со слов очевидцев, одной беременной женщине понадобилась помощь медиков. Она потеряла сознание от увиденного. Спички детям не игрушкам. Справедливость этой истины вновь подтвердилась. На этот раз в Искитиме, где малолетние жильцы пятиэтажки, оставшись без присмотра взрослых, устроили пожар в квартире. ЧП произошло в южном микрорайоне Искитима в 11-м часу утра. Случайный прохожий увидел, что из окна второго этажа валит дым. Кроме того, он заметил ребенка на балконе. Мужчина сразу же вызвал огнеборцев. И только благодаря их оперативности удалось избежать трагической развязки. В течение пяти минут первые пожарно-спасательные подразделения были на месте вызова. Одновременно с разведкой в подъезде пожарные при помощи трехколенной лестницы со второго этажа с балкона эвакуировали через окно двух малолетних мальчиков и шестимесячную девочку. Как позже выяснилось, мать юных погорельцев вышла в магазин, закрыв их в квартире. Те обнаружили спички и начали играть. В результате малыши подожгли оконные занавески на кухне. Частью, пламя не успело сильно распространиться. И за считанные минуты бойцам МЧС удалось справиться с огнем. Спасенных братьев и сестру осмотрела бригада скорой. Медицинская помощь никому из детей не понадобилась. Сегодня днем в Калининском районе Новосибирска на стройке произошло ЧП. Люлька с четырьмя рабочими по неизвестной причине рухнула с высоты. Один из мужчин, по словам пользователей соцсетей, зацепился за элементы отделки дома и чудом не упал. Его коллегам повезло меньше. Мен рабочие получили многочисленные переломы, но остались живы. Сейчас они находятся в больнице. Причины инцидента пока неизвестны. Согласно одной из версий, мог отказать мотор, при помощи которого двигается подъемник. Другие очевидцы предположили, что порвался трос. Следователи СК уже возбудили уголовное дело. На месте происшествия работают следователи регионального следственного управления. Производится допрос свидетелей. Назначены экспертизы. По данному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию. И последнее. Любители чужого добра поймали полицейские. К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что из ее дома пропали ювелирные украшения на 250 тысяч рублей. Подозреваемых брали при поддержке бойцов СОБРа. Фигурантами оказались гастролеры из Кемерово. Одного в свое время судили за дезертирство. У второго статьи намного серьезнее. Разбой и организация преступного сообщества. На этом пока все. Телефон редакции 310-2005 доступен каждый будний день с 12 до 6 вечера. Если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео нам. Мы покажем его в эфире. В студии работала Мария Никитина. Берегите себя. Увидимся на канале ОТС. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова